Мне велели провести урок Россиеведения, урок истории. Этот урок касается того, что очень много публикаций о 15-летии президента Путина. И все спрашивают, ну и что, и как это все было. Я бы предпочел начать чуть-чуть издалене, с 26 марта 2000 года. Я бы все-таки рассказал вам о 99-м, о предпосылках и о том, как появляются эти предпосылки. Главная задача тогда, главная политическая задача, понимаете, кажется, это шкурная задача, кажется, это клановая задача, кажется, это семейная задача. Но семейная, шкурная, клановая задача, она же, безусловно, и политическая. Главная политическая задача тогда, сохранение власти. Сохранение власти, которая в России, как вы прекрасно понимаете, означает и собственность. Потому что власти и собственность есть единая категория. И защита собственности при стареющем Ельцине, который, как вы знаете, перенес уже операцию на сердце, уже ведет себя странно, пропадает, как мы думаем, то ли он пьян, то ли он болен, но в любом случае мало дееспособен. Об этом очень ярко говорит Лужков, он говорит, мы выбирали Ельцина, а правит бог весь кто? Правит его дочь, которая не избрана народом, правит ее муж, который не избран народом, правит какая-то клика, которая не избрана народом. Справедливо, говорит Лужков, который перед этим, правда, ночевал на половичке, чтобы первым поздравить Ельцина с днем рождения. И вот Примаков в 98-м году, значит, министр, премьер-министр, я должен сказать, что это не утешило семью, семья недовольна была этим, не понимала, куда ведет Примаков. Примаков был с хитрецой, постоянной, с вот такой хитрой улыбкой, с улыбкой, которая была многообещающая и непонятна. Поэтому, когда он сказал в декабре 98-го года, он сказал, что нужно подготовить в тюрьмах 100 тысяч мест для бизнесменов, что он хочет посадить 100 тысяч бизнесменов, это было воспринято семьей, в том числе, семьей Ельцина и бизнесменами, которые получили, а получили все, как вы понимаете, при Ельцине, все-все получили при Ельцине тогда, на тот момент. Значит, это было воспринято как страшный намек и страшная угроза. И Примакова надо было снимать, это было понятно. Истерика началась у людей близких к тому времени, к принятию решений. Безусловно, это Татьяна Диченко, ее муж Валентин Юмашев и Александр Ставич Волошин, который в то время очень к ним близок и формирует решение, а чуть позже он помогает Путину и становится главой администрации Путина. Александр Ставич Волошин. Вот эта группа совсем близких людей, совсем постоянно вмешивающихся в развитие дел. И чуть позже приезжает Березовский. Он возвращается и входит в эту четверку людей, которые принимают все решения. Волошин, Березовский, Дьяченко, Юмашев. Это самая мощная, самая центральная группа. Они понимают, что надо что-то думать, надо что-то придумать. Но понятно к тому времени, что уже поздно, потому что выборы в декабре, 12 декабря 99-го года, выборы парламентские, которые определят выборы президентские. К тому времени, к августу 99-го, Лужков и Примаков формируют глобальное сопротивление, практически стопроцентное сопротивление Ельцину в губернаторском корпусе и в среде чиновников. То есть под Ельцином, условно говоря, Ельцин правит летающим островом. Уже летающим островом, как у фантастов. Понимаете? Он уже не правит Россией. Ельцин болтается в воздухе. И вот в этот момент, абсолютно критический, ужасный, появляется радикальная партия. Радикальная партия в лице одного единственного человека, Березовского. Он приезжает с криками «Мы всех отымеем! Мы всех отымеем!» «Сережа, мы всех! Мы их всех!» Я говорю, Борисович, ну кончай. Борь, ну что ты, Борь, ну не надо так. Ну зачем ты? Зачем ты кричишь? Я говорю, будто кричишь, будто прибавляешься храбростью. Ну, может быть, не надо. И вот в конце августа придумывается движение «Единство», которому суждено победить потом 12-го. Представляете себе цитнот? Представляете себе время, да? Значит, единство, движение «Единство», которое победит 12-го декабря, придумывается вообще, высасывается из пальца. В конце августа, в условиях, когда все до одного губернатора работают с Лужковым-примаковым, делят портфели и уже давно все поставили крест на Ельцине, на Кремле, все это забыли. Все. Значит, срочно прибыль. Вы можете срочно приехать? Мне звонит помощник Березовского. Я говорю, что где он? Он в госпитале Вишневского, а он лежит с гепатитом, с гепатитом инфекционным при том. И он горячечный, и он весь желтый. И зрачки эти, как его, белки гвоздные желтые. И вот я иду и встречаю сцену. На какой-то лавочке, такой солдатской грубой лавочке, справа сидит Миша Леонтьев. Миша Леонтьев, должно быть, вы слышали о нем, это человек на Первом канале. Публицист очень известный. И вдобавок, он сейчас Роснефти, пресс-секретарь, Михаил Леонтьев. Он сидит на низенькой-низенькой-низенькой крошечной лавочке. И пишет, 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 пишет быстро, с какой-то невероятной скоростью. Это конец августа 99-го года. Я говорю, Мигель, что делаешь? Он говорит, вот, пишу программу. Оказалось, он пишет программу партии «Единство». Миша Леонтьев писал программу партии «Единство». Мусоле карандаш, глядя в небо, в потолок вот этого госпиталя, прямо в госпитале, на лавочке, значит, и все. Захожу дальше. В приемной у генеральской палаты сидит Игорь Шабдурасулов, который тоже работал на Первом канале, как вы знаете, и позже был первым заместителем руководителя администрации президента Ельцина всю осень 99-го года. А сейчас он предпочитает помалкивать. И дальше в генеральской палате возлежит Борис Абрамович Березовский с криком «Мы придумали единство! Медведь! Тебе нравится, медведь!» кричит мне навстречу Борис Абрамович. И снова «Мы всех отымеем! Мы всех отымеем! Мы всех отымеем, Сережа!» Я говорю «Боря, тебе капельницу поправить! Температура какая, Боря?» «Значит, ты не веришь в наше дело!» Я говорю «Боря, я очень прошу тебя понять, я не верю в ваше дело!» Ну, я не ухожу из дела, я просто говорю «Я не верю в ваше дело!» Окей? Все, больше ничего. «Хорошо!» – он говорит. «Значит, мы придумали единство и медведь! Найди мне бабу третьей в список!» Первый будет Шойгу, значит, второго сейчас спортсмена придумаем, третья должна быть баба! Придумай бабу! «Ну как, тебе нравится?» – он мне говорит. Я говорю «Полное говно!» Так что, и в этом смысле я должен сказать, что я первохулитель, я очень дорожу этим званием, я первохулитель партии «Единая Россия!» Он говорит «Нет, мы сделаем!» Я говорю «Ничего вы не успеете сделать! Ничего вы не успеете сделать!» «Миша Леонтьев пишет программу!» – кричит Боря. Я говорю «Ну и что?» «Ну и что?» «Значит, Игорь Шабдурасулов сейчас всех обзванит губернаторов!» Я говорю «Губернаторы вас давно предали! Губернаторы не будут с вами работать сегодня!» Я говорю «Послушай, что Игорь просит?» А Игорь, надо сказать, в то время просил губернаторов, которые отдали себя или всех своих первых там лучших замов в Отечество или во всю Россию, Игорь просил, чтобы дали комнатку, где хранят швабры, около пожарной лестницы, и посадили самого замухрышечку под единство. А губернаторы отвечали отказом, а Игорь их уговаривал. И надо сказать, что начинают губернаторы сдаваться в этом смысле, что «Ну что вы, действительно, самого дурачка, там, Петрушечку какого-нибудь посадить?» Да пусть будет. Вот. А дальше, как создается единство? Таким образом появляется худенький кабинетик, худенький, несчастненький чиновничек, который вроде как единство, вроде как отделение, вроде как при губернаторе сидит. Но сами губернаторы не хотят этому помогать. Это начало сентября и конец августа. Значит, к этому времени Путин назначен премьер-министром, и вот какие обстоятельства этому способствуют. Вот. Все питерские контакты, Собчак и так далее, и так далее, все демократы питерские говорят, что Путин человек слова, что он действительно очень тверд в слове. Очень тверд. Первое. Второе, что он абсолютно человек команды, что он никогда не сдаёт людей команды. Ну, в смысле, он вообще вот железно, да, потому что можно его пытать, там, неважно, выкинуть, лишить званий, там, если там, он пойдёт в рубище по дороге босой, но он не сдаст команду. Поэтому для него принципиально. И Таня, Таня Дьяченко, Татьяна Дьяченко, Валентин Юмашев, Александр Волошин, Александр Волошин и Борис Березовский, все его жёстко, чётко поддерживают. Потому что Путина уже знают. Знают от Павла Павловича Бородина. Павел Павлович Бородин же дал ему первую работу здесь, в Москве, как вы знаете. Когда Путин приехал в Москву, он некоторое время, как говорят, ночевал у Кудрина, спал у Кудрина на кухне, там, или где-то Кудрин ему раскладушечку ставил. Значит, и он начал работать у Павла Павловича Бородина. Первая работа его была. Очень скромная. Потом Таня с Валей уже двинули его на ФСБ, именно как гражданского человека, который более-менее понимает, что такое ФСБ, с одной стороны. А с другой стороны, человек, безусловно, гражданский, а главное, верный. Володя не сдаст папу. Вот же главный тезис тогдашний. Володя не сдаст папу. А папа это Ельцин. А на самом деле никто не говорит про Ельцина, всем плевать, конечно. Главное, что не сдаст семью. Володя не сдаст. Володя не сдаст, Володя не сдает, Володя не такой. И тут Березовский выступает с воспоминанием тоже ярким, что, ну как же, действительно, ведь Володя вообще ничего не боится ради дружбы. Ведь Володя приехал с букетом гигантским, букетом белых роз поздравлять Лену, жену Березовского, 22 февраля. И вдруг, 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 говорит, Борисов вспоминает, вдруг на пороге его преследует Примаков, Бориса преследует Примаков, под Борисом земля горит. Значит, и вдруг на пороге появляется Путин с огромным букетом белых роз. И Боря говорит, Володь, ну ты подумал, ведь тебя твоя собственная охрана сольет. Твоя собственная охрана тебя попалит. Скажет Примакову, что ты был у меня на день рождения жены. Ну это невероятно. То есть все отказались, больше того, отказались люди приезжать на день рождения жены. Отказались. Ну страшно. Потому что, ну как, премьер-министр реально жжет глазом в сторону Березовского. И так, с неприязнью. И все уголовные дела там вокруг него начинают нависать и все. А Путин говорит, да мне все, ну он говорит, Борь, да дружба прежде всего, Борь, ты вообще не понимаешь. Ну будут преследовать, не будут преследовать, не имеет значения. Дружба прежде всего. И Путин приезжает и празднует день рождения, ну там поздравляет, уезжает потом. Значит, и Березов... Одним словом, ни одного голоса нет против Путина, потому что Путина характеризуют как человека, который вообще никогда никого не слил, никогда не предал. Если надо, потеряет должность и что хочешь, деньги, лишь бы только никого не слить. И Путин в этот момент становится уже премьером. Ну и понеслась. Значит, я должен сказать, что очень быстро идет строительство вот этой единой России, как фиктивной партии. Абсолютно трудно уговаривали... Да, надо сказать, что абсолютно трудно уговаривали Путина. Путина уговаривали, конечно, часами. Часами. Володя, пожалуйста, Володя, надо, ну пожалуйста, надо, и все, и все. И тут есть несколько интересных вещей, которые я знаю, которые не знаю, факт или это, внимание, это очень важно. Но это мне передано было участниками этих переговоров. Участниками этих переговоров. Значит, когда сидели несколько человек, и Володя, надо, Володя, надо, ты должен стать президентом. Одна из его фраз была, а дайте мне Газпром, ну руководительность, дайте мне Газпром, дайте я на Газпром пойду лучше. Это первое. И вторая фраза, которая очень удивлялся впоследствии Березовский, это когда он, выходя из себя, кричал, ну он кричал не на Путина, а кричал как бы в потолок, понимаете, Березовский вообще, говоря, был очень пылкий. И он в потолок кричал, я не понимаю, Володя, ну кем же ты хочешь стать, мы предлагаем тебе президент, ну кем же ты хочешь стать. Водя, в один из неожиданных странных моментов, он говорит, я услышал от Путина, тобой, тобой. И я, говорит, я осёкся, я не знал, что сказать, Березовский говорит, я осёкся, я не знал, что сказать, я не знал, что ответить. Ну как бы, кем ты хочешь стать, тобой. Очень странно.